В Ненецком округе заготовлено более 450 тонн оленины. Это почти половина запланированного объема сырья. Треть сельхозкооперативов завершили убойную кампанию, остальные продолжают заготовку мяса, несмотря на теплую погоду. Об этом начальник управления агропромышленного комплекса доложил на планерке губернатора. Однако главной темой совещания стало жилье. В этом году из запланированных 44 тысяч квадратных метров сданы 39, при том, что до конца года осталось менее двух недель. Теплая погода не способствует не только убойной кампании, но и обустройству зимника. На сегодня утрамбовано 40 километров снежной дороги, 20 километров залили. Работу на оставшихся 30 километрах начнут, как только придут морозы. Еще одну тему, которая уже не касается погодных условий, обсуждали на планерке – ввоз жилья. Заместитель губернатора Алексей Кайдалов в своем докладе сообщил, что в 2014 году в округе должны были сдать 44 тысячи квадратов жилплощади. На середину декабря исполнение плана составило 60% или 39 тысяч квадратных метров. Наибольшее отставание по этому показателю у Заполярного района. Вместо 7 тысяч квадратных метров сданы лишь полтора, что составляет 20% от плановой цифры. Данные, хочу отметить по строительству на территории Заполярного района, предоставлялись в управление строительства в округе на протяжении года, в согласованном табличном виде, с оправдительными письмами, за то, что даже остались. Опросения по году появились только в сентябре текущего года, когда уже при посещении объекта в Союзе обнаружилось искажение доставляемой информации. 9 из 13 жилых домов к концу года еще не обзавелись хозяевами, да и вряд ли успеют. До конца года осталось меньше двух недель. Глава Заполярного района привел свои доводы относительно недостроев. Губернатор округа обратил внимание глав города и района на жилищные условия одиноко проживающих ветеранов и тружеников в тыло. Им должны быть предоставлены однокомнатные квартиры или комнаты в социальных общежитиях. Проведите, пожалуйста, исследования, обследования, чтобы у нас было понимание, чтобы одиноко проживающих ветеранов у нас жили в достойных условиях. И также труженики тыло. Затронули на планерке и трагедию в Неси. В результате пожара в частном доме погибли трое детей. Администрация села выделила погорельцам жилье и оказала материальную помощь. После Нового года Государственная противопожарная служба откроет в Неси, ОМИ и Усть-Кары пожарные посты, чтобы подобные случаи не доводить до трагедии.